По попке вам хочется надавать за то, что вы так боитесь проявляться. Это же трата, трата жизни. Waste of life. Тратите в никуда свою жизнь, спускайте. Сидите, боитесь проявляться, потому что кто-то вас осудит. Кто? Кто может вас осудить? Никчёмные люди, у которых ничего в жизни не происходит, те, которые заняты своей жизнью, им осуждать некого. И вот вы сидите и боитесь чего-то, да, трата жизни. Представляете, профукиваете, проё, вот, свою жизнь единственную. Представьте, нам дана жизнь, вот эта вот картинка, реальность, матрица. Мы смотрим все фильмы. Ну, кто-то главный герой своего фильма, а кто-то сидит и смотрит и ничего не делает. Представляете, жизнь такая короткая, она вообще как вот один миг. Всё, завтра нету, никто не знает, что будет завтра, да и будет ли оно. Каждый раз мы ложимся спать, мы не знаем, проснёмся ли мы, откроем ли мы глаза. И вы сидите вот в этом болоте и свою божественную красоту, лотос свой не раскрываете, потому что боитесь, что кто-то подумает. Какая вам разница, ребят? Кто в вашу жизнь живёт, они или вы? Кто в вашу жизнь будет жить за вас? Проявляться, кайфовать, учиться, получать опыт. Кто это будет делать? Представляете, если эта жизнь закончится, не дай бог. Или всё, что угодно может случиться. Может человек потерять ножки, ручки, память и всё. И потом будете лежать и думать, как жалко, чего я, зачем я боялась вообще, чего я боялась. Джулия, я вроде бы говорю себе, что пофиг на остальных, а потом откладываю и саботирую. Понимаете, это не вы, это ваше эго. Потому что вы, вы, истинный вы, ваше высшее я, ваше божественное, как хотите называйте. Оно безграничное, оно без лимитов, оно совершенно. Но эго вам говорит, что вы несовершенны, с вами что-то не так, таких как вас много. Так, ё-пэ-р-сэ-тэ, в этом мире биллионы, billions of people, different people. Понимаете? И пока ваше эго будет вас убеждать в обратном, ну вы будете вот так вот сидеть. А жизнь ваша будет проходить мимо вас. Представьте, ваша жизнь проходит мимо вас. Жалко в один момент будет. А когда вам будет жалко, то уже будет поздно, ребят. Почему-то верные мысли приходят, если со здоровьем что-то происходит. А потому что очко начинает играть у вас. И вы понимаете, что время-то ограничено здесь, на этой земле. Понимаете? Время реально нас, каждому дано свое. И здесь не количество, сколько лет вы проживете. Можно и сто лет прожить, да просрать свою жизнь. А можно и пятьдесят так, как десять жизней прожить. А качество, понимаете? Я вчера записывала первую неделю для программы для своей. Красивая, молодая, здоровая я. Мощные лекции записала. Здесь не важно, сколько ты проживешь. А важно, как ты проживешь. А жить нужно красиво, красиво проживать. И здесь не про внешность, не про накачанные губы, про ботокс или что же там еще. Нет, а красота должна быть в вашем проявлении, в том, как вы проявляетесь. Понимаете? Как вы даете себе возможность проявляться. Проявлений столько разных может быть. Это ж с ума сойти сколько. Кто-то и руками, и танцами, и голосом. Кто-то и вяжет, и делает, и торты. Да вообще сколько проявлений. Вообще все, любое проявление божественное. Кто-то проявляется аналитическим умом. Кто-то, блин, богиня маркетинга может быть. И это тоже круто, это тоже проявление. Нужно идти туда, где есть огонь, живой интерес. И проявляться, 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 проявляться. Понимаете? Прямо здесь и прямо сейчас. Завтра нету, все. И ваше проявление, оно может меняться с годами. Вот здесь вы попроявлялись, как, не знаю, актриса. Поиграли, вот сыграли, попробовали эту роль. Осознанно вы играете, осознанно. Не чужую роль, а свою, живой интерес, живое проявление в потоке. Надоело, пошли еще что-то. Отыграли роль мамы, побыли мамой. Вон я вот два раза жену играла, да. И мамой я была, как называется, когда степ-мам. У меня был сын, не мой, а моего мужа. Мачеха, я не люблю это слово, но вторая моя, вторая мама. Эту роль я тоже играла классно. И роль невестки я классно играла. И у меня такая была вообще замечательная свекровь, да. Тоже, это же так круто. И проявляться вообще во всем. Я боксировать, я боксировала. На сцене в Венес Бич выступала. Вы представляете? Я выступала с тренером на Масл Бич, где Арнольд Шварценеггер зажигал. Представляете? И я там такая тыш-тыш-тыш-тыш-тыш выступаю. Показательные выступления. Блин, чего я только не делала, где я только не проявлялась. И эти проявления не заканчиваются. Понимаете? Это же так красиво. Это же так интересно. Проявляться и быть главным героем в своей жизни. А пока вы экстра. Вы массовка пока в своей собственной жизни. Представляете, как это обидно? Быть массовкой. Куда гораздо круче, интереснее и значительнее быть главным героем в своей жизни. Своей жизни. Не жизни по ту сторону экрана. Всех блогеров, учителей, гуру и кого там еще только нет. Пока вы живете их жизнью массовку. Равняетесь на кого-то. Ждете, пока вам кто-то даст волшебный пендель. Понимаете? Не будет никогда такого волшебного пенделя, который реально начнет жить вашу жизнь за вас. Нет такого. Нету. В любом случае, вашу жизнь нужно будет жить вам самим. И играть свою главную роль. Вы любите, когда я вам это а-та-та прям по попке. Но у меня это очень хорошо получается. Я прям активирую людей. Снимаю маски все. Пелену с глаз. Даю такой небольшой. С любовью. Скажем так. Пендалечек. И давайте, идите жить. Знаете, как мне круто? Как я люблю, когда люди начинают проявляться. Когда они что-то творят. У кого-то начинает что-то получаться. Кто-то зарабатывает деньги. Не знаю. Кто-то находит друзей по интересам. У кого-то искусство начинает процветать. Он начинает продавать картины свои. Кто-то просто забивает на все. Уходит с нелюбимой работы. Начинает путешествовать по миру. Блин. Мы живем в такой идеальной матрице сейчас. У нас есть столько возможностей. Нам дано все. Вообще все. Все. Все, все, что мы хотим. Как прекратить внутренние диалоги с людьми из прошлого? Уйти из прошлого. Начинать жить в моменте. В моменте. Возвращаться в момент. Практиковать осознанность. Практики. Для меня это изначально было кундалини-йога. Она начала прочищать все мои каналы. Начала подниматься энергия. Энергия поднялась и позволила мне пробудиться еще больше. Почему в каждый свой курс я даю сильнейшие практики кундалини-йоги? Почему вы думаете? Те практики, которых нету в доступе. Это не то, что книжка. Вот вам сет кундалини-йоги 90 минут делайте. Нифига это так не работает. Это те практики, которые я сама на себе испытала, скорректировала их, подкорректировала, уменьшила время и добавила туда специальное дыхание, которое как пропеллер туда активирует еще больше осознанность. Каждый сет я, собственно, создаю и вкладываю в свои курсы. Поэтому начинается все с осознанности. Я лично не знаю других никаких методов и путей. Медитация для меня нифига не работала. Сидишь просто и медитируешь. Ну окей, ты вошел в это охеренное состояние. Ты сидишь, медитируешь. Он домой, все само. Ты потом вышел из медитации, и у тебя опять осознанность, все, пропало. Ты идешь в жизнь, и тебя начинает все триггерить. Потому что у тебя нервная система просто раздолбана. А кундалини-йога что делает? Она балансирует нервную систему, она ее чинит. Ребят, короче, я хочу к вам завтра в эфир выйти и прям еще хорошо поговорить. Я с вами прощаюсь, мне нужно следить за выходом. А то я сейчас все проеду и опоздаю. А опаздывать я не люблю. Давайте завтра эфир сделаем. Пятница вечер. Я напишу времечко. Всех люблю, целую. Надеюсь, на что-то я вас смотивировала и вдохновила. Если да, оставьте, пожалуйста, под этим видео комментарий. Потому что мне очень хочется от вас услышать. Для меня это важно. Люблю вас. Love and peace. Та-дам!